МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, за 4 месяца 2017 года в розыск объявлено 817 пропавших без вести. Найдено 610. Среди пропавших 141 ребенок. Найдено 119. С 2010 по 2016 годы в Казахстане без вести пропали 4798 детей, из которых органы правопорядка установили местонахождение 4634 несовершеннолетних. Тела 77 детей были опознаны, большинство из них подростки, сбежавшие из дома. Подобная тенденция прослеживается и во всем мире. Например, по данным Еврокомиссии, в странах ЕС ежегодно пропадает 250 тысяч детей. И всего 2-5% исчезновений детей связаны с уголовными похищениями. А почти половина пропавших – это сбежавшие дети. В США ежегодно пропадает порядка 500 тысяч детей. В Германии – 100 тысяч, в Бразилии – 45 тысяч, в Австралии – 20 тысяч, а в России – 15 тысяч. По телевизору и в социальных сетях практически ежедневно можно увидеть объявления о пропаже людей и просьбе в оказании помощи с их поисками. В случае исчезновения вашего близкого человека, полиция рекомендует незамедлительно сообщать о таких фактах. Например, если исчез несовершеннолетний, то сразу же создается специальная разыскная группа, которая приступает к поискам пропавшего. Потому что несовершеннолетние не могут себя защитить в случае возникновения опасности. В исчезновении маленьких детей к работам привлекаются и сотрудники ювенальной полиции. Местные инспекторы очень активно работают волонтерские отряды, которые тоже помогают нам в такой ситуации. А если говорить о взрослых людях, то по закону есть вероятность, что пропавший может вернуться домой в течение трех дней. Поэтому зачастую тогда и заводится разыскное дело и создается специальная следственная группа. Но эта норма не распространяется на психически больных людей и инвалидов. В таких случаях мы сразу принимаем заявление от родных. В Астане 25 декабря 2017 года пропал 51-летний мужчина. Дулата Кадыралина, по словам близких, последний раз видели в районе улиц Габдулина, Кенесарей и Имамбаевой. На сегодняшний день это для меня несчастье большое. Для меня, для моих детей. Ведь они маленькие, но они понимают, что дома случилась какая-то трагедия, потому что нет отца. Долго и праздник, и Новый год, естественно, его у нас не было, и он и не нужен. 25 декабря он ушел из дома. Между 11 и 12 дня, первой половины дня, ушел он в достаточно хорошем настроении. И сказал, что вернется. Когда он ходил, он мне сказал, что зарядка у него садится. Поэтому, когда я ему звонила, ну, чуть позже, я как бы даже не подозревала, что с ним может случиться. Родные забили тревогу и обратились в полицию. В пресс-службе Департамента внутренних дел города Астаны подтвердили факт пропажи Дулата Кадыралина, сообщив, что на данный момент поиском занимается специальная разыскная группа. По розыску данного гражданина проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на местонахождение безвести пропавшего. Заведено розыскное дело. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверяются все связи, в том числе родственные, дружеские и другие связи. Проверяются по всем учетам имеющимся. Как стало известно, мужчина более 20 лет проработал в органах прокуратуры, а несколько лет назад решил заняться частным бизнесом. Жена пропавшего у Лжан до сих пор не может поверить в случившееся и предполагает, что его могли похитить и насильно где-то удерживают. Как рассказывает женщина, ее супруг не имел долгов и был совершенно неконфликтным. Это мужчина, который достаточно адекватный, очень психосоматика у него в норме, даже можно сказать больше норм, потому что он очень адекватный, очень сдержанный, очень контактный, такой, знаете, он не любит никаких перепалок. Это что-то, вот я как женщина, где-то что-то, он меня всегда занавил, тебе это надо, мне надо эмоциями решать. Пожалуйста, помогите. И если вдруг у вас у кого-то в автомобиле есть видеорегистратор, или кто-то это мельком видел, потому что у нас, этот человек, он нам нужен, он нам всем нужен. Он очень хороший, очень такой учезарный, искренний. Это настоящие мужчины таких, мало прав. Что делать, если близкий человек внезапно исчез? Необходимо сразу же обратиться в полицию, либо по месту жительства, но лучше по месту исчезновения гражданина и написать заявление о пропаже человека. К заявлению необходимо прилагать фотографию пропавшего. Наличие фотографии значительно улучшает результативность поиска. Если в ходе первоначальной проверки местонахождение пропавшего человека не будет установлено, в подразделении криминальной полиции заводится разыскное дело. Если обстоятельства исчезновения дают основания полагать, что в отношении без вести пропавшего лица могло быть совершено преступление, уголовное дело по факту его исчезновения переквалифицируется на соответствующую статью Уголовного кодекса. И дальнейший розыск осуществляется сотрудниками криминальной полиции. Если человек вернулся домой, то необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию, для того, чтобы официально прекратить его поиски. Если этого не сделать, человек будет числиться в розыске. Помимо полиции, поиском пропавших занимаются и частные детективные агентства. Сотрудники сыскных бюро, зачастую это бывшие оперативники, рассказывают, что мужчины пропадают чаще, чем женщины. Бывает, что пропавшие граждане просто не желают поддерживать отношения со своими родственниками или забывают сообщать им о своем новом месте жительства. В основном бывает, а женщины выходят. Они знают, что если она скажет своей половине, что она уходит, то есть реакция, возможно, будет неадекватна. Быть, да, там, физические расправы. Поэтому они берут вещи, уезжают и просто пропадают. Но, тем не менее, вторая половина начинает искать, начинает себя накручивать. Ее похитили. Не могла, она меня любила. Это просто слова ее заставили. Я как бы, я сами себе гнушаю, какая-то несоответственная реальность. Потому что, бывало, мы двоих находили, они так и говорили. Мы вообще раз туда плотнем, просто не надо говорить, где. Мы тоже понимаем, и не хотим такой реестрии. Чем раньше начинают розыск пропавшего человека, тем больше шансов на успех. В полиции большую часть времени тратят на сбор формальной информации. И на это уходит немало времени. Частные детективы начинают работу сразу. Тем не менее, даже они советуют для начала обратиться в полицию и написать заявление. Лишь только потом обращаться к ним. К счастью, статистика гласит, что половина пропавших находятся живыми и невредимыми. Поэтому сотрудники полиции настоятельно рекомендуют обращать внимание на то, в какой одежде вышли из дома ваши родные и близкие. А особенно несовершеннолетние дети и люди престарелого возраста. Куда? С кем? Каким маршрутом? И по какому вопросу они направились? Находятся ли при них деньги, драгоценности или документы? Интересоваться кругом знакомых своих близких, их местом жительства и телефонами. Позаботиться, чтобы в домашнем альбоме хранились четкие и свежие фотографии всех членов семьи и близких родственников. Если среди родственников есть люди, страдающие потерей памяти или ориентацией на местности, рекомендуется в карманы их одежды класть записки с полными личными данными и адресом проживания или такие сведения пришивать к предметам одежды. Одним словом, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова